Hi guys! Настоящая компания, настоящие люди. То, что я тут увидел за последние сегодня и вчера. Я в сетевом бизнесе уже почти 37 лет. Я еще такого не видел в своей жизни. Это реальное место и сейчас вам это все покажем. Let's go! Вот это мы сейчас будем ходить в компанию. Вот это первое, что вы увидите, когда вы входите в здание. Здесь очень много залов. Здесь, когда люди заходят, это небольшой зал, и вы говорите, с кем вы хотите поговорить. И вас проводят в то помещение, в которое вы должны зайти. Айдем дальше. Hi! Hi! Nice to meet you! Hello! This is Mikael from Philadelphia. Oh, okay, nice to meet you! Time to do it in Russian language. Oh, exciting! Yes, okay. Это все люди, которые работают в этой компании. Okay. Customer service. Это customer service. Здесь отвечают на все вопросы. Они там заняты, работают, просто чтобы вы обратили внимание. Вот это люди, которые сидят на телефонах. Сейчас это еще не все. Люди, которые нам помогают. Hi, guys! Кстати, компания уже взяла на работу русскоязычную девушку, которую я вам сейчас с ней познакомлю. Мы готовы для русскоязычной публики. Это еще один офис. Тоже люди, которые тут работают. Hi, guys! Это программисты работают, которые следят за всей нашей системой. Это одни, однотертирцы с программистом. Это еще не все. Я уже начал говорить по-английски. Это один из CEO компании, который стоит во главе компании D.B.E. Мы вчера провели много времени и сегодня. Классный парень. И это CFO компания. Идем дальше. Здесь это просто офис, но пока пустое и много сейчас оговорились. And this is the honor. Это хозяин компании Richard Smith. Это человек, который дает нам возможность, о которой мы поговорим побольше. Я на сегодняшний день просто хочу прыгать. Я не знаю, что мне делать. Плакать, смеяться, кричать. Вы даже не представляете, какую оппортунити мы все получим. И это произойдет очень скоро. Теперь в офис. Сейчас мы пройдем к офису хозяину компании и мы зададим несколько вопросов. Я сейчас просто хочу еще раз задать вопросов Ричарду, хозяину компании. И я хочу его представить вам. Ричард Смит. Один из ко-оаннеров компании D.B. Ричард, пожалуйста, скажите. Привет. Мы любим русские. Мы любим, что мы будем делать вместе. Мы будем разобраться и разобраться. Простите. Ричард сказал, что он вас всех приветствует. Мы все сделаем все вместе. И я вам потом просто добавлю, у меня до сих пор, у меня такое ощущение, что я выпил, я не знаю, ящик водки и до сих пор не могу прийти в себя. А сейчас я хочу вам познакомить с девушкой. Можно вас до сих пор? Да. Здравствуйте. Меня зовут Андреа Масиес. Я живу здесь в Юте и я обожаю русских людей. Эта девушка, она родилась в русской семье, но родилась в Мексике. Да. Родилась в Мексике, а сейчас она находится и живет в Америке, в штате Юта, город Прово. И она работает здесь специально для того, чтобы помочь русскоязычной публике. Я прожила в Новосибирске тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Поэтому вы как видите, что компания серьезно готовится для начания бизнеса на территории бывшего Советского Союза. Ричард, I have just a couple of questions from you. Я задам пару вопросов, и потом я вам переведу шоу эти вопросы и какие мы получили ответы. One of the most important questions, of course, when we gonna start. Вопрос, который я сейчас задал Ричарду, который задается всем. Когда мы сможем начать работать и подписывать на бизнес? We are all about creating value, because we're not selling anything. We don't sell any lotions, potions, powders or pills. We don't sell anything. We want your honest opinion. And if we roll this out, Sergeant, on the 28th of this month, we want you to go build your teams. So that we can get inventory in the country. Okay. Запомните, господа, что нашей компании мы ничего не продаем. И не продаем никакие витамины, никакие соки. И у Ричарда к нам просьба, наше мнение. Я уже свое мнение высказал от имени всех русскоязычных дистрибьюторов, что мы думаем о будущем этой компании. И 28 апреля начинается подписка и начинается работа всего бизнеса ДВИ. И в том числе на территории России, бывшем Советском Союзе, территории Республики СНГ. И сейчас, что от нас зависит, это самое главное – приводить людей в бизнес. Следующий вопрос я задам Ричарду. Сколько людей должно быть в той или иной стране для того, чтобы бизнес начал работать компанией ДВИ официально? Next question, I'm going to ask you. How many people do we need to have in the region or in the country, in order for DVA to stop working efficiently? As soon as you get to 10,000, we will start getting live in the country, so we can pay you commissions. It's been very, very easy to be able to do that. So as soon as you get to 10,000, in the country, affiliate ranking and sharing, we will start the process of getting legal. Кстати, это даже лучше, чем я думал, потому что для того, чтобы открыть ту страну, в которой вы живете, это не имеет значения, там может быть Россия, Украина, Прибалтика, Азербайджан, Армения, все что угодно, вы должны иметь минимум 10,000 дистрибьюторов. Как только появляется у вас 10,000 дистрибьюторов в этой стране, где вы живете, компания сразу начинает DVD, оформлять все документы легальным способом, чтобы вы могли получать зарплату, чтобы была работа и все, что положено для того, чтобы вы начали процветать. Следующий вопрос. Следующий вопрос я хочу задать Ричарду. А что же произойдет, если еще нет 10,000 человек, и человек подписался в бизнес? Сможет ли он что-нибудь зарабатывать? Next question, let's say, in the meantime, while people working to recruit 10,000 people. Maybe it's going to be a day or a year. But in the meantime, can they still get paid? Once we start the process of ranking and sharing, they will get points and they'll be able to redeem in the redemption center and get tangible physical goods. as we build out, we will bank until we get approval in country to pay you, then whatever you banked, we'll be able to pay you. We will come back to the process of accounting. So as long as possible, you will get paid for the rent to pay you, you will get paid for the rent on a bank. And so you will never get paid. And as soon as a side, you will get paid off, and as soon as you'll register that you will get paid to pay you, the price you will never get paid. и вы получите эти деньги. Следующий вопрос я хочу задать, что если в вашей группе есть люди, которые находятся, например, в Америке, в Канаде, в Юнайтед Кингом, в тех странах, в которых уже работа идет и все принято и оплачено, могут ли эти люди зарабатывать деньги, если они находятся, например, на территории СНГ? Если люди находятся в вашей группе и они уже работают, то все равно эти деньги, которые вы будете зарабатывать, они будут идти в банк и вы это все получите, как только страна открыта. Запомните, господа, что процесс открывания страны не такой тяжелый и он произойдет быстро. Единственное, это зависит от того, что в вашей регионе, в вашей стране, где вы живете, и некоторые регионы, которые маленькие, будут объединяться. Например, если в Латвии живет всего лишь 2 миллиона человек, а в Эстонии 1,5 миллиона, это не значит, что им надо, это все будет объединяться вместе. Поэтому набрать 10 тысяч человек это не будет проблемой. Ричард просил мне передать, он просит вас помочь ему, для того, чтобы он помог вам, и он стремится к тому, чтобы достичь такого поинта в компании, то, что произойдет очень быстро, чтобы миллион русскоязычных людей, которые живут на территории бывшего Советского Союза, зарабатывали минимум 500 долларов в месяц. Вы даже себе не представляете, сколько людей это поменяет все их будущее. И самое главное, самое главное, и самое главное, и самое главное, это все будет бесплатно. Вот это все, что я хотел вам рассказать на сегодняшний момент. Я хочу вам рассказать, господа, еще раз. Я в сетевом бизнесе с августа 1980 года. Я видел взрывы, я видел падения. Были моменты, я зарабатывал серьезные деньги. Терял, зарабатывал, терял, зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал. У меня много есть партнеров, которые пошли со мной, и многие из них сейчас, наверное, смотрят эту передачу и тоже заработали со мной серьезные деньги и знают и верят в меня. Господа, это реальная компания. Это реальный бизнес. Тот офис, который вы сейчас видели, где мы сейчас находимся, через три недели будет в другом месте. Пока я не мог делать запись этого нового офиса, потому что об этом никто не знает. И это будет сделан сюрприз. Этот офис находится, соседи этого офиса, такая компания, как, например, Nature Sunshine. 40 лет в бизнесе, и мы будем neighbor, соседи. Вы даже себе не представляете, какой этот офис. Это я хочу кричать, потому что я в бизнес-свене, я видел в своей жизни бизнесы, но такого я еще не видел. Я думал, что меня нельзя удивить. Меня вчера удивили. Я встречался, вчера мы были обедали с Ричардом, его супругой, с его компанией, с его супругой, у нас было 7 человек, Джереми с его супругой. Мы общались, и то, что я услышал, и то, что я увидел вчера, то, что я вижу сегодня, вы даже не представляете, что нас ожидает. Есть некоторые вещи, которые меня попросили пока не говорить, но вы скоро узнаете. Давайте я расскажу. Can I tell them about Amazon? Absolutely. Я сейчас спросил разрешения Ричарда сказать, могу ли я сказать. Один из наших партнеров компании Amazon. Вы меня не отслышали ведь. Amazon – партнер компании DVE. Google – партнер компании DVE. И есть еще такие партнеры здесь в этой компании. Милли компании, которые торгуют на сегодняшний день миллиарды долларов. Это наши партнеры. Господа, это реальная компания. Я вам скажу такую вещь, что с сегодняшнего дня вся моя концентрация в 100% DVE и SOS. Train about to leave the station. And you're with us, and you're the fanout. Thank you.